Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня мы знакомимся с еще одним моим персонажем, девочкой-индейцем, хотя первоначально афроамериканкой Хине Вестлайн. Да, даже фамилия у нее такая, больше как к афроамериканке подходящая, но в итоге она стала у меня девочкой-индейцем, и это было как будто вчера, тот день, когда я безумно захотела ей лайф, это был вечер четверга, и в пятницу я узнала о том, что появились скидки на лайф. Я его купила и моментально побежала покупать ей ее первую лошадь, потому что у нее я не смогла накопить на первую лошадь СК с помощью кодов. Это была покупка пейнтхорсов, которые буквально как раз недавно выпустили, то бишь вообще чуть ли не последняя выпущенная лошадь. Выбор был очень долгий, очень тяжелый, потому что изначально я хотела вот эту бегую лошадку, но потом, спустя не знаю сколько, минут пять, мы ходили с Каролиной, да, Каролина тоже принимала в этом особое участие, ходили, думали, обсуждали, какую же все-таки лошадь ей, точнее масть пейнтхорса ей взять первым, но в итоге выбор остановился на вот этой лошадке, и она по праву является первой ее лошадью, первой купленной лошади в ее конюшне. Следующая проблема была проблема переезда. Изначально я хотела, чтобы она жила на полуострове Южного Копыта, так как очень подходящая тематика, там есть конюшня, там поля, дикие лошади, и вообще как бы для девочки-индейца это была бы идеальная атмосфера, но, к сожалению, на тот момент у меня не было еще открыто там конюшни, а переезжать очень хотелось с Мурланда, я начала активно выполнять там задания, и после того, как я уже открыла там конюшню, еще много-много времени подумав, я решила, что она у меня будет жить пока что на ранчо Старщайна, и она до сих пор, кстати, там живет, о чем я не жалею, и также, кстати, был еще выбор поселить эту девочку в Дундуле, но этот вариант мне не понравился, больше был как-то актуален Рейд Вундпоинт, но он был закрыт для меня на тот момент, и, кстати, да, до сих пор. Возможная штука, когда они откроют область верхней части карты, которая пока что закрыта для всех нас, в надежде, что там будут поля и степи, ну и, а также ранчо конюшня под стиль вестерна Дикого Запада тоже, вообще что-то похожее на Red Dead Redemption, я на это очень сильно надеюсь. Ну, а теперь настала пора посмотреть уже конюшню этого персонажа, прошло достаточно много времени, у нее есть шиллинги, у нее накопились исканы, даже смогла себе много чего купить из амуниции, питомцев, и вот, к примеру, комплект вещей, на который на ней сейчас джинсы, кофточка, у нее всего лишь шесть лошадей, одна подарочная со дня рождения, две Аполлузы, которые уже удалены, началка, и обновленный Пейнт Хорс, и обновленная Аполлуза, я обожаю эту парочку, очень сильно их люблю, но Freedom Wage является, как я уже и говорила, это самая первая ее лошадь, с которой у нее будут связаны самые прочные узы, ну, и также есть еще Солнечная Стрела, на самом деле это Жеребец, не удивляйтесь, но просто вот так получилось, что не было окончания какого-то нужного, я решила, что Солнечная Стрела, в его случае, это будет имя Жеребца. Да, вот так это они у нее расположены, они уже все 15 уровня, кроме новых, ну, точнее, о старых двух Аполлуз, их я еще буду качать в процессе потихонечку, понемножечку, вот, чтобы как бы привить этому персонажу большую любовь к этим первым десяти лошадям, ну, пока что шести, но в будущем десяти. Из питомцев у нее есть вот такой вот буроворон, также морковка с праздника, который был недавно с конного фестиваля, и еще есть много чего в шкафу, давайте посмотрим. У нее есть много уже вещей, это одна страница кофт, масок, перчаток, на второй странице уже брюки, юбки и обувь. Все остальные странички, как вы видите, абсолютно пустые, и под конец только один шлем, большего ей не надо. Амуниция тоже уже немножко начинает накапливаться, но пока что вмещается на одну страничку. Из редкого там только амуниция, по-моему, дня рождения и какого-то праздника, больше ничего у нее нет. Питомцы это букетики, лошадки, также задание дундула с огнетушителем, короче, шарики тут еще есть, комплект путешественника, и самый обожаемый, наверное, мой питомец к ней, это вот этот вот черный песец. Я его люблю наравне с вороном, ну и, наверное, морковкой. Вот, так что, да, питомцев тоже понемножечку накапливаются, и, по-моему, покупала я вот только последние. Из вещей тоже никакого хлама особенного нет, не то что на моей основе, но, кстати, надо будет использовать некоторые вещи, чтобы они не захламляли мне место. Вот, так что, вот, по сути, все ее вещи, их не так много, хотя персонажу уже, наверное, год, я боюсь ошибиться, не помню, когда я его создала, но очень рада, что у меня есть такая девочка. Она, на самом деле, сейчас ассоциируется у меня не с Африкой, вот, а именно с Духом Дикого Запада. Очень жалко, что у нее нету спирита, я бы очень хотела, чтобы он у нее был. Если когда-нибудь его вернут, я обязательно куплю его именно этому аккаунту. Так что, вот такая вот милая девочка по имени Хина, которая обожает свободу, свободную езду. Кстати, да, вот эта Аполлуза, которая у нее есть обновленная, она ходит на свободном поводу. Так что, вот такой вот обзор этого персонажа. Я надеюсь, она вам понравилась, и, может быть, вы захотите увидеть еще каких-нибудь видео с этой девочкой. А на этом видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои страницы. И на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!